Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня короткий разговор о том, как не испортить грибы во время готовки. Что я имею ввиду? Сейчас можно купить грибы сушеные, можно купить грибы мороженые, можно купить, естественно, свежие плантационные шампиньоны или же вешенки. Я в последнее время увлекся приобретением маслюков, маслят в кишине, в мороженом виде. Они там стоят дешевле мяса, к которому я, впрочем, не имею никакого отношения, но я говорю специально, чтобы вы поняли. По содержанию белка маслюки лидируют среди грибов, они очень низкокалорийные, о них можно много узнать на ютюбе, можно много прочитать. Их калорийность составляет 19 ккал на 100 граммов, а содержание воды составляет 90%. То есть, поэтому в замороженном виде они, естественно, остаются достаточно большого объема такого, да, и потом весь свой сок, а значит и аромат, сохраняют и потом отдают в то блюдо, которое вы из них готовите. Птица прилетела очень красивая какая-то, улетела. И я хочу сказать о том, с какими приправами сочетаются или не сочетаются грибы, и с какими вяжущими гарнирами, так сказать, компонентами они тоже сочетаются, зачем их не испортить, и как их готовлю я. В двух словах, просто для того, чтобы поделиться опытом. Итак, из специй грибы достаточно капризные, их вкус легко подавить, их аромат легко подавить. Они останутся, так сказать, привлекательными в пищевом отношении, они останутся, сохранят свой белок, свою калорийность, но они утратят часть вкуса и утратят аромат, за который мы так их ценим. Для меня аромат грибов даже каким-то образом связан с детством, потому что были определенные блюда в нашей семье. Итак, я признаю использование вместе с грибами считанных приправ. В первую очередь, это молотый сухой фенугрек. Фенугрек максимально подчеркивает вкус грибов, это важно. Далее, это может быть кориандр, молотый, свежемолотый, или пакетированный, какой вы покупаете уже, уже с молотой. Далее, это может быть лавровый лист, я использую молотый, можно не только, и смесь перцев. Только эти приправы, никакие другие, все остальные, которые я себе могу представить, рядом с грибами термически обработанными, я сейчас не говорю о маринованных, я сейчас говорю о таких, которые мы используем для приготовления грибного супа, грибной юшки, так сказать, или же, которые мы жарим, и в том случае, когда мы берем такие вот грибы, либо сушеные, либо замороженные. Что касается шампиньонов, они более нейтральные, там немножко другой разговор, хотя королевские шампиньоны чуть более пахучие, чем белые. Но я сейчас говорю именно о маслятах, о маслятах, которые я без удержу готовлю просто не каждый день, конечно. Они стоят сейчас по 87 гривен килограмм, замороженные в виде, и на большую порцию их хватает совсем немного, если вы купите 250 граммов, это будет уже огромная порция грибов. Я назвал специи, которые я признаю наилучшими соседями для маслят, и для таких грибов, которые имеют ярко выраженный, приятный грибной аромат. Маслята к таким грибам относятся, пожалуй, в первую очередь, как и белые, конечно. Это же касается белых. Вот с белыми сушеными я тоже готовил недалее, как сегодня, и я тоже учел эти же, так сказать, пожелания. То есть смесь перцев, кориандр, фену грек, важно, и лавровый лист. Что касается остальных специй, будьте крайне осторожны. Мы всегда говорим, специи по вкусу, но здесь ваш вкус, который, скажем, ориентирован на какие-то еще другие блюда, может вас подвести. Поэтому будьте осторожны, либо ограничитесь какими-то из перечисленных специй, либо положите все их, но не более того. Кроме того, не делайте грибы слишком солеными, не делайте их слишком пикантными. И это повредит их вкусу, потому что мы должны различить их вкус и насладиться их ароматом в первозданном виде. Грибы готовятся достаточно быстро. В общем-то, такие вот эти мороженые маслюки, они очень быстро размораживаются в кипятке и свариваются мгновенно. Потом я их еще оставляю постоять, чтобы просто они остыли. Они все дома у меня стоят еще около часа, и они еще при этом доходят. Какие же гарниры и вяжущие компоненты хороши рядом с грибами? Это, конечно, картофель. Грибы очень дружат с хорошим домашним вкусным картофелем, не кормовым магазином. Дружат с пассированным луком, очень даже. Это вы и без меня знаете. В общем-то, дружат с рисом, лучше не пропаренным. Вот таким максимально нейтральным, каким-нибудь круглым, клейким рисом, который для плова годится и так далее. Вот это же все также должно сопровождаться теми самыми приправами, о которых я упоминал. Достаточно спорно соседству грибов с бобовыми, потому что когда я готовил с горохом и так далее, вы знаете, как-то поглощается их аромат. Как-то вот что-то не то, перекрывается чем-то. Также грибы хорошо, конечно, соседствуют с кашицей, как писал Шостакович. Многие, очень многие умирают, поел грибков с кашицей, с кашицей, как поется в известной опере. Но я вам скажу, что, конечно, гречневая каша, лучший друг грибов, однако же, поверьте мне, что аромат гречи, если вы кашу делаете полноценным компонентом этого грибного блюда, аромат гречи все-таки перебивает аромат грибов. И все говорят, что гречка дружит с грибами. Но одно дело, когда советуют бросить буквально горсть гречневой крупы в грибной суп, и тогда гречка подчеркнет. Да, конечно. Но если вы готовите гречку как кашу, грибы в ней тоже стушуются. Поэтому будьте осторожнее с бобовыми, с гречей, и, может быть, еще с какими-то компонентами или какими-то овощами, с которыми вы задумаетесь смешать грибы. Конечно, если вы избегаете жарки, прожаривания грибов, это только лучше, потому что все жареное хуже, чем все вареное. Ну и, наконец, растительное масло, которое должно присутствовать каким-то образом, оно является проводником вкуса специй, проводником той симфонии специй, а также грибного духа. Поэтому, когда вы варите грибной суп, обязательно нужно добавлять рафинированное масло, либо то, которое прожарилось с грибами, либо частично его капать просто так в грибы. И теперь я еще хочу сказать, что грибы я никогда не солю просто так. Я стараюсь сделать следующее. Когда я уже снял с огня вот эту вот, будем все-таки называть это грибной супом, грибной юшкой, или же некая такая рагу получается уже, потому что вода мы кипает, ничего выливать, конечно, не нужно ни в коем случае из кастрюли. Вот все остается, поскольку навар, это тоже, как сам этот бульон, это же грибной бульон. Я добавляю немножко соевого соуса. Он, вот он, я говорил только что об обоих, но соевый соус дружит с грибами, он добавляет соль, которую в чистом виде, как бы у меня не поднимается рука, он добавляет туда соль и добавляет немножечко этот вот пряный, характерный вкус соевого соуса. Значит, грибы с трудом сочетаемы с тяжелыми животными жирами, с салом, особенно если это на сковородке. Жарить грибы на сале нельзя. Это для печени просто топор. Вот сейчас я приготовил грибы. Когда рассказывал вам, я ежесекундно вдыхал этот аромат. Вот, надеюсь, что вкушение и на этот раз окажется во благо. И, конечно же, те маслюки, которые продаются в магазинах в замороженном виде, они совершенно безопасны, поскольку они, я так понимаю, плантационные. Вот, можно и белые грибы замороженные, свежезамороженные найти. В том же кишине, кстати. Так что поинтересуйтесь, может быть, вы не очень привыкли покупать, например, вот, ходите зимой покупать мороженые грибы и что-то из них готовить. Не было у вас такого, да? Побалуйте себя, попробуйте это сделать. Хотя бы раз, может быть, понравится вам, семье. Поэтому я просто напомнил о таком небольшом кулинарном почти изыске. Конечно, грибы нежелательно есть трижды, две, не каждый день. Сколько бы там ни было белка, он все равно усваивается весьма специфично. Он не усваивается на 100%, нет. Но вместе с тем не делайте так, чтобы грибы заменяли в вашем рационе какие-то другие полезные продукты. Питание должно быть сбалансированным. Но не забывайте и о грибах. Это и диетично, и вкусно. И потом вносит разнообразие в наш рацион. Поскольку в течение месяца у нас в рационе должно присутствовать, как пишут, более 25 продуктов разных. Понимаете? Не 15, понимаете, там, овсянка, котлеты свиные, овсянка и картошка жареная, овсянка и так далее. Не так. Должно быть разнообразным, но, конечно, и не без удовольствия. Поэтому я и поговорил с вами сегодня о грибах. Большое спасибо за просмотр. Может быть, мы с вами встретимся еще. А так, желаю вам всего лучшего, да и лучшего. Если хотите, пожалуйста, подпишитесь, я буду рад. И желаю вам очень оптимально и здорово выстраивать свой рацион и питаться так, чтобы это приносило пользу вашему организму и хорошее настроение. Всего доброго.